Что сын, помогли тебе твои китайцы? Нет. Так, теперь по новой все. Что он себе записывал, а сейчас мы уже для видео. Как зовут вас, представьтесь. Абрамов Андрей Васильевич. Абрамов Андрей Васильевич. Звание, должность, часть? Командир танкового рота, капитан, войсковая часть 38-38, 9-й мотоцикл полк, город Гусь. И с какого числа вы зашли в Украину? 2-го марта. 2-го марта. Присвоено наказом, приказом начальника 56. Это вам звание, да, мне очередное присвоение? Да, нет, нет, очередное. Очередное. Капитан, да? Да. Может, вы в Украину зашли 2-го марта? Да. А что пришли? Освобождать русскоязычного. Освободили? От фашизма. Освободили? Нет. Где фашисты? Нет фашистов. Ну, так, а что пришли? Нас убили, так что на Украине представляет фашизм. Так. Вы расскажите, расскажите, у нас свободное с вами общение. Вы можете с ним спорить, с нами дискутировать. Никто тут не бьет. Вы не поняли, вы сейчас попали не в российское ФСБ, где вас стулом били по голове и заставляли говорить то, что надо сказать. Вы попали на интервью к нормальным журналистам цивилизованной страны. Где мы хотим с вами поговорить для того, чтобы донести до таких же, как вы туда, в Россию, ваших однодумцев, земляков и всех прочих? Надо им сюда еще ехать? Не надо им сюда еще ехать? Если надо, то зачем? И так далее и тому подобное. Понимаете цель нашей интервью? Надо сюда ехать или не надо? Не надо ехать. Почему? Тут нет фашизма. Все? Все, что можете сказать? Тут мирные люди. Только мы портим жизнь простому народу Украины. Когда вы попали в плен? Седьмого числа. Седьмого сентября? Сентября. Да. Ага, совсем недавно. А где? Под Чикаловском, Харьковской области. Под Чикаловском, Харьковской области. А в какой момент вы поняли, что тут мирные люди, которым вы портите жизнь и нет никаких фашистов? После беседы с людьми обычными. Ну давайте тогда по порядку. Зашли вы в Украину 2 марта. А когда вы побеседовали с людьми обычными? Ну, когда меня взяли в плен и я начал уже дискутировать. А, это меняет... Я думал, он имеет в виду с обычными людьми где-то там вы поговорили, а не здесь уже в плену. А там вы с обычными людьми какими-то разговаривали? Ну, я не разговаривал и не имел возможности этого. Почему? Вы же пришли их защищать. Вам не интересно было с ними пообщаться, спросить? Ну, нам говорили, не ходите в деревню, в город не ходите, что там опасно. В городе, в деревне опасно. Опасность представляют те люди, которых вы защищать пришли? Наверное. Вам не кажется это странным? Странным. И нелогичным. Рассказывайте, как... Вы, я так понимаю, вы знали, что вы едете в Украину? Ну, изначально. Нас построили и сказали, что мы едем на границу Украины для охраны специально важных объектов. Например, складов с боеприпасами, электростанции, подстанции, мосты и так далее. Когда получили технику, дали команду построиться в колонну, и мы... Никто не знал, в каком направлении будем ехать и куда. Мы поняли тогда, когда совершали марш, уже прошло часов десять во время марша, когда проезжали через границу Украины, в Харковскую область. А до совершения марша, до того, как вы проехали, вы не знали, что вы в Украине едете? Догадывались. Догадывались. И что вы об этом думали? Сказали, значит, надо ехать, надо ехать. Надо ехать, надо ехать. А вот про русскоязычное вы говорите население, вы защищали. А какое вам дело до того, что в Украине вообще с кем происходит? Ну какое ваше дело, россиянина, российского военнослужащего, что вообще происходит в Украине? Не знаю, политика партии, наверное. Какой партии? Российской. Я не спрашиваю про политику партии, я это все вижу и слышу. Мне как бы без разницы это было, что говорят, говорят, но как бы внимания особо не обращал на это. То есть вы ехали не защищать русскоязычных, а вы ехали потому, что у вас был приказ? Да, приказ был ехать. Приказ был ехать. Вы почему служите вами? Стабильность. Стабильность, зарплата, деньги, да? Да. То есть вы ехали в Украину за деньги? Можешь сказать, да, так. Не, ну вы если с чем-то не согласны, вы говорите. Согласен. Потому что у нас получается такой разговор, знаете, отрывочный. Согласен, согласен. Односложный. Угу. То есть убить человека за деньги это для вас нормальная история? Ну, обычных людей убивать. Гражданских нет. А военного убить за деньги это нормальная история? Военнослужащий, если он угрожает моей стране, как нам это говорили. Ну, это... Какой из военнослужащих Украины выражал вашей стране? И каким образом? В моей стране нет, но Донбасс и ЛНР хотели отделиться от Украины. Это препятство вашему государству. И... Молодец человек, вы в своем уме? Вы адекватные рассуждают? Ну, у вас проверяли там, в каких-то комиссиях, вы проходили вообще это все? Да. Такая картинка. Да. Вы слышите, что вы сейчас говорите? Да. В моей стране кто-то хотел от кого-то отделиться, но моя страна этому препятствовала. Это нормальное как бы явление. Так чего вы сюда приехали? Ну, в моей стране что-то происходит. В моей стране происходит Майдан. В моей стране. В моей стране там кто-то хочет от кого-то отделиться, переотделиться. Ваше какое дело? Далее. Хорошо. Что вы знаете о Донбассе, о ЛНР, о ДНР? Что вы об этом вообще знаете? История. Давайте. Особо точно ничего не знаю, что в 2014 году хотели отделиться от Украины. И все? Отдельно. Я понял. И все? Да. Больше всего ничего. Хотели? Вам не кажется, что ваши осуждения они очень абстрактные? Да, кажется. Истории не знаю. А что там делали российские войска? Что там делали российские? Ну, войска. У вас все время к этому вопросу апеллируют. Штатные или не штатные. Добровольцы, допустим. Ваша техника, РСЗО, танки. Что они там делали на Донбассе в 2014 году? Как я понял, хотели защитить непризнанное государство? Хотели защитить непризнанное государство. Смотрите, у нас уже два фактора. Кто-то хотел отделиться, но там сразу же появляется российская техника и военные российские. С этого начинается война. Российская техника и военные российские появляются в Украине в 2014 году. Понимаете? Да. Уже вторжение происходит в тот момент. То есть это не какая-то там мирная попытка там какого-то отделения или решения чего-то внутри страны. А туда уже заходит извне техника и военные. То есть с этого момента уже начинается война. И с этого момента какая-то часть Украины, вот эта вот непризнанная, она находится под фактической оккупацией России. И с этого момента, естественно, оттуда стреляют по неоккупированной части, а с неоккупированной части стреляют туда. Правильно? Потому что же война. И вот эта вот история краткая. 8 лет домбили бомбас. Потому что война. И естественно попадала и в мирные также. Вы это знали, что это так происходило? Вы об этом интересовались? Так не интересовался. Так не интересовался. Вот в том-то и тело. Понимаете? Вернемся. За деньги убивать военных в чужой стране это для вас нормально? Если мое государство сказал, что они враги, то значит это враги. Все. То есть, если ваше государство вам сказал, что враги, значит враги? Ну, на мой вопрос, да. Да. Если ваше государство скажет спрыгнуть вам с девятого этажа? Если ваше государство скажет вам застрелить вашу жену, вы будете включать нужды? Да. А почему здесь нет? Нас убеждали, что здесь фашизм. Процветает фашизм. Понял. Вас убеждали. В России есть такое понятие, как преступный приказ в российской армии? Есть. Есть. Вторгаться в чужую страну это преступный приказ? Да, наверное. Вы, получается, выполняли преступный приказ? Получается, да. Еще раз бы поехали? Нет. Почему? Вам же сказало бы ваше государство. Мне уже хватило, что я видел здесь на войне. А если мне мое государство сейчас бы сказало бы выключить вот эти вот телефоны, достать пистолет и прострелить вам голову? Это нормально было бы? Ну, не мучаться здесь еще час, вот это не сидеть с вами, не разговаривать. Мне же мое государство сказало. Тем более, что причины обоснований для этого более чем достаточно. Передо мной сидит оккупант. Допустим, я не журналист, я военный. Я моделирую ситуацию. Это нормально было бы? От много чего зависит. Давайте от чего? Ну, способный человек застрелить другого человека. Да, берем во внимание. Я военный, военнослужащий, способный застрелить. Вот мне мое государство говорит, достань пистолет, прострелим его голову. Это нормально? Ну, за что доказать вину? О, видите, у вас работают мозги. Они у вас работают. Они у вас сразу же включаются и шевелятся. Что надо доказать вину. А обстоятельства? А было ли не было? А здесь вас ничего не интересовало. Потому что вам сказали. Так может быть вы просто наемный убийца обыкновенный? Так получается так. Ну, раз вы совсем согласны и контраргументов не имеете, то это неинтересно. Тогда просто расскажите, как все происходило. Со второго марта начинаем. Второго марта был дан приказ заехать, построиться колонну и выдвигаться в неизвестном направлении. Ехала колонна. Спустя 10 часов заехали на территорию Украины со стороны русские тишки. Был дан приказ спрятаться в лесу и ожидать команды, окопаться и ждать. Закопались в лесу и ждали команды. Предварительно была команда идти на Харьков. После того, как где-то прошло дня три, начался минометный обстрел. Один попал в танк. Танк загорелся. После чего на следующий день мы передислоцируемся на... Можно вопрос. Вы командир танковой роты. Это у вас сколько танков по чинению? 10 танков. 10 танков. Это личного состава 30 человек? 33. 33. Да. А что 30? Потому что он еще на одном танке. А, вы 11-й танк? Нет, 10-й. Есть санинструктор и старшина. А они где едут? Они в обеспечении, получается. На чем? На Урале. А, но они где-то за вами едут. Да, да. А вы, как командир, всегда должны ехать спереди? Да. Понял. И, по сути, так все должны. То есть, у нас командир танковой роты, по-моему, впервые. У меня лично есть пару общих образовательных вопросов. Да, да. Хороший вопрос. И у людей. Ну, то есть, командир танковой роты всегда должен быть спереди. Это по вашим правилам или так? Не обязательно. Не обязательно. А как это определяется? Ну, чтобы управлять подразделениями, по идее, должен в тылу чуть-чуть, чтобы видеть, что происходит на поле боя и корректировать стрельбу, управлять взводами. А когда совершается марш? Во время марша впереди ели. Понял. Так и было? Вы ехали впереди? Да. Так. Дальше расскажите. Переехали в другой лес и также сказали, ждем команды на наступление на Харковь. После чего начался опять минометный абстрал. Сказали бессмысленно ехать на Харковь. Там сильные оборудования. А тоже какое число было? Это уже ближе к числу 13-го где-то. Марта? Да. Угу. Смысла нет идти на Харковь. Там сильно укреп районы и наша колонна не пройдет. Построили колонну, тоже не говорили куда едем и поехали со стороны через Россию, заехались в Изюм. Стали под Изюмом и ждали, когда построят понтонный мост, чтобы переправиться через мост. Угу. Угу. 16-го марта поставили понтонный мост и колонн начал движение на Каменку. Часть колонны проехала через понтонный мост, начался минометный, как нам уже говорили после этого, минометный обстрел, артпредготовка стороны Украины и колонну остановили. Несмотря на это, БТГР не в полном составе, начал наступать на Каменке с правой стороны через дамбу. Угу. Ближе к обеду мы подъехали к Каменке и начал наступление. Никто нам карты ничего не давал, а Рельеф ничего не рассказывал. Мы не знали точно даже куда едем. Угу. Первая колонна проехала, проехали через понтонный мост и начали взрываться на минных полях через мост. Первая колонна, которая перед вами шла, начала взрываться? Да, первая колонна, это где-то 20 БМП-3 заехало, два танка и БМП-2, не знаю уже сколько штук. Часть колонны, которые шли в замыкании, спрятались в посадке перед Каменкой. Угу. И поддерживали огнем, чтобы кто там остался жив, прикрывали, чтобы они выходили из зоны обстрела. Во время этого обстрела и наступления наш БТГ потерял где-то штук 15 БМП-3, штук 5 БМП-2 и 4 танка. Два танка безвозвратных, два танка были на ходу еще, но уже не боеспособны. Угу. После того мы отступили, проехали также через спонтонный мост и спрятались в лесу под Изюмом. Угу. После этого в ночь совершили марш до русских кишек, до укомплектования БТГР. Угу. После того нас собрало командование совещания и нам сказали, что мы подорвались на своих же минах. Что какое-то подразделение заходило в наступление и заминировал мост, и командование нашему никто это не сообщил. Как вы оцениваете такие действия? Необдуманными. Необдуманными? Халатными. А сколько людей погибло? Не знаю. Ну, примерно. Ну, примерно. Или там подрывались машины, но люди не гибли? Машины подрывались, но там два БТГР ехали. Кто на БМП-3 ехал, они были с соседним БТГР, я там не знаю количество жертв. Знаю, что машин 15 потеряли. Так. А что было с ранеными? Вы их видели там? Трехсотых как-то? Вывозили? Вывозили, выходили раненые, трехсотые. Двухсотые частично. Кого смогли? Двухсотые были? Да. А за что погибли люди? За что? Такого не бывает. Они могут не понимать, за что они погибли, но такого не бывает. У всего есть причина и следствие. Человек погиб. Очевидно, он выполнял тот самый преступный приказ. Понятно. Но кому и зачем это было нужно отдавать такой приказ? Государству. Так, ну государству, понятно вашему, да, это было нужно. А зачем? Чтобы показать свою силу. Показать свою силу? Могли бы учения провести. Могли. Ну и все. Замечу, они почти два месяца ездили. Да. Поэтому тут... И так сила... 150-тысячная орда два месяца ездила Брятсова. Берешь, просто открываешь там википедию, не знаю какую-то, смотришь, сколько у вас чего есть, сколько у нас чего есть. То есть и так понимаешь, что сила за вами. Ну была, по крайней мере, в начале. Это точно. Сила. Понятно, я знал. Еще, еще какие причины. Может быть... Кто-то хотел... Героя может получить... Героя России? Допустим, ладно. Это субъективно. Глобальная концепция меняется. То есть мы же говорили про идею, про идейность поездки, про деньги, там доемник. Да. Но суть-то совсем в другом. Может вы хотели Героя России просто получить? Я нет. Ну каждый мечтает, наверное, получить Героя России. Но такими методами я... Я понял. А у вас есть дети? Есть. Расскажите о семье, пожалуйста. Мы сейчас... Я понимаю, что я разрываю концепцию. Просто в хлам. Да, но тут типа... Раз пошла про Героя России. Жена, военнослужащий, санинструктор, служит в соседней части, трое детей, три сына. Три сына? Да. Какого возраста? Восемь, пять и три. Восемь, пять и три. Сто процентов желание получить на китель себе звездочку. Герой России это звезда какая-то? Да. Сто процентов. Ну, жена военнослужащий. Ну он же говорит, что каждый мечтает, но он не хотел бы это такими методами. Я все, извините, чтоб прервал. А что я там спрашивал? Ну он рассказывал про свою... А, какая глобальная цель вообще вот этой вашей так называемой спецоперации, как вы думаете? Ну просто рядовой, когда мне на эти вопросы не отвечает, я еще ладно. Ну вы в серьезном звании, в серьезной должности, возраст у вас, жизненный опыт. Давайте, пожалуйста, поговорим с вами. Вот общая цель спецоперации какая, как вы ее видите. Не что там рассказывали по телевизору, об этом мы уже поговорили. Я думаю, захват Украины почти полностью до Киева почти. Кроме Киевской области. Ну нет, включая Киевскую область, но в сущности вы правы. Захват вообще, ну что происходило 24-го, 25-го, 26-го, 27-го февраля и вот до самого начала марта? Даже включая март, что происходило? Где находились российские Киевы? На территории Украины. Не, это понятно. Под Киевом, что они находились, вы знали? Да, слышал. Вы знали, что несколько танков даже заехало в Киев, смогли заехать? Насчет этого не знаю. Ваши танки находились в 15 километрах от моего дома, где я проживаю. В 15 километрах. В то время, когда я проводил первые интервью с вашими, а я их провожу уже полгода, ваши танки находились за 15 километров от моего дома. Как же не было цели забрать Киев, если была попытка прорваться в Киев? И даже увенчалась успехом просто очень малочисленным. Была попытка и высадить десант, и по всем пабликам, и по телевизору у вас об этом говорили. Как же кроме Киевской области? Была попытка захватить полностью Украину, свернуть власть, поставить своих. Мне кажется, что товарищ капитан обманывает. Я думаю, он как офицер. Тем более, Харьков от Киева совсем недалеко, а есть оперативная связь по любому между штабами. Я думаю, он прекрасно знает про фланги, нападения, стрелочки на картах. Ну зачем, то есть мы с вами говорили 10 минут назад, мы уже записали 400 интервью. Мы разговаривали и с подполковниками, и с майорами. Я не верю в то, что вы мне говорите, что вы не знали, что танчики стояли под Киевом. Нет, я слышал, что стояли. Он говорил, что он слышал, но слышал это, знаешь как, слышал звон. А неужели у вас не было более подробной информации? Не было. Помимо того, что слышал. Ну а с людьми общался, которые даже ехали в сторону Киева и не встречали на своем пути никакого сопротивления. И были ошарашены, что как так вообще может быть? Ну что бы. Не было чем обороняться. Нужно было дать возможность зайти. Не было чем обороняться по такой большой линии фронта. Были локальные сопротивления, конечно. Потом пошел серьезный ответный удар, что и заставило их уйти. Не только из Киевской области, но и из Черниговской, из Сумской. Ну вот Харьковской сейчас уже вот вы перед нами достояли. Харьковская область фактически очищена на данный момент от вас. И вы перед нами как образец того человека, который все это время стоял под Харьковом. Были бы вы не командиром танковой роты, а командиром РСЗО, например, какого-нибудь подразделения. Перед нами был бы человек, который стрелял все это время по Харькову. Вы знали, что Харьков все это время обстреливался? Я знал. Ну, так кого вы защищали, если все это время летит по мирным домам в Харькове? С русскоязычными теми самыми гражданами? У нас утверждали, что мирных людей уже в Харькове нету. Остались только нацисты. А где нацисты? Я их не видел. А сейчас вот вы уже в плену, уже здесь-то должна быть концентрация нацистов, наверное? Не ощущается. Нет нацистов тут. Может быть, только по новостям. Не, слушайте, по новостям я вам могу и у вас показать людей с ультраправой символикой, со свастиками и со всем остальным. Показать зелующих, бегающих по России. Интересно? Нет. Неинтересно. Впервые, кстати, нам говорят, неинтересно. Не, ну а вы видели это? Что вы говорите, неинтересно. Да, слышал. Видел. Слышали, видел. Ролики видел. Так просто, ну, то, что вам крутят про нас, то же самое оно есть и у вас. Это ничего не объясняет. Это всякие субкультуры. Но ваши бомбили все это время Харьков, а там есть мирные жители. С детьми полгода в подвалах, как хорошо, рожают в подвалах. Как думаете, хорошо из-за таких, как вы? Нет. А что же вы не поймете этого, когда вы там находитесь? Что же вы там герои такие? Бомбите и думаете, что все правильно, что так и надо. Бомбите детей в подвалах. Женщин беременных бомбите, которые там сидят. Хотите, мы вас в Харьков вывезем, вот прям вот так в форме вашей, отправим на центральную площадь, чтобы вы почувствовали любовь к вам моментально? Хотите? Нет. Капитанские погоны восстановим только. Да похер. Ну, с капитанскими будет еще лучше. И шеврон танкиста. А вы куда стреляли? Стрелял в основном с закрытых позиций. С закрытых позиций? Куда? Давали угол и место, куда стрелять. Так. А вы видели, куда оно прилетало? Нет. Меня корректировали правее, левее. Дальше. В основном стреляли по опорным пунктам заводов. Заводов. Ну, если вы не знали, куда вы стреляли, то почему вы думаете, что это было по опорным пунктам? Ну, пару раз видео показывали. Видео? Да. Куда прилетело? Ну, куда стреляли, да. У вас были бы ПЛА? Да. Какие? Иностранное производство. Иностранного производства? Не может быть. Да вы что? Мавики? Мавики? Нет, нет, нет. Мавики. Орланы ваши. Ну, Орланов это, не знаю, тяжело. Так Мавики это ж вражеское, как вы ими пользовали? Я не верю вообще. Какая-то вторая армия мира использует конкуринское оборудование. Вообще. Китайцы? Нет. Ладно. Сколько вы за все это время раз выстрелили? Где-то раз пятьсот. 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 Вы воевали, по сути, с марта по сентябрь. Это шесть месяцев. Да. Ну, там, плюс-минус один день. Раз пятьсот. Это, грубо говоря, сто раз в месяц. Это, по сути, минимум три выстрела в день. Ну, мы стояли, неделю могли не стрелять, две недели. Ну, а потом наваливать. Да. Хорошо. Как вы думаете, сколько вы убили человек? Не знаю. Не, ну, ваша оценка. Вы же понимали, что если вы валите по командному пункту какому-то наших военных, то там, например, десять человек. То есть, я не знаю, я вот неинтересно задаю вопрос. Вот ваша оценка. Сколько наших военнослужащих вы убили? Сколько техники спалили? Спалил, точно видел, что уничтожил два БТР или БМП. И по позициям стрелял, я уже там не видел, сколько там жертв. Когда танк попадает в БМП, экипаж погибает? Скорее всего, да. Сколько человек в БМП находится? Ну, если она спешенная, без пехоты, получается, механик, наводчик, может, командир сидит. Представляю, как радовались, да, наверное. А если с десантом или с пехотой? Ну, с десантом, плюс еще десять человек. Плюс десять человек. Когда стреляли по позициям? Ну, уже здесь, получается, под... Балаклеев, Чкаловск. Да. То есть, можно так поставить вопрос, чтобы я просто понимал, как обыватель, в каких населенных пунктах или под какими населенными пунктами вы за все время находились? Под Каменкой. Да, Каменкой. Сколько километров до Каменки? Ну, я заезжал в Каменку. В Каменке заезжал? Так, дальше. Потом отъехали от Каменки. Русские тишки просто стояли там. Русские тишки просто стояли, да. И заехали в Чкаловское, Граково. В Граково? Да. Угу. И все. А будучи в этих населенных пунктах, вы стреляли правильно, я понимаю? По домам там не стрелял. Не по домам. Никого не было. Не по домам. Нет. Там, это просто густонаселенный регион. Да. Я не знаю, конечно, каждое село расположение. Но я знаю, что дальность полета вашего танка, как нам говорили, ну, снаряда, где-то примерно 4-5 километров. Дальность прямого выстрела. Дальность прямого выстрела. Да. А если навесиком, то получается больше? Да. То есть еще больше можно, получается. Вот. А там от населенного пункта до населенного пункта просто нет расстояния. Ну, они, как правило, один переходит в другой. Ну. И вот, находясь в том же Чкаловском, например, откуда у вас уверенность, что вы стреляли куда-то по позициям или в поля, а не в другое село? Ну, я примерно по карте ориентируюсь, какой угол примерно, где, какой населенный пункт примерно где находится. И стреляли примерно не по населенному пункту, а или по окраинам, вблизи, где могли быть взводные опорные пункты, взводов рот, противник. Ну, тут такое дело, нас люди просто смотрят из этих же вот сел, да, которые могут мне написать после просмотра нашего видео. Я вот как раз находился в таком-то селе, возле Чкаловского или других сел, в которых вы. И по мне как раз прилетала станка. По мне или у кого-то там семью убило, да, соседей убило у кого-то, у кого-то просто дома разрушены и так далее. Как вы думаете, может стоит вам очную ставку с этими людьми устроить? Вы не с вами побеседовали. Я просто пытаюсь объяснить вам, что вы армию, если вы этого еще не поняли до сих пор. Вы пришли на чужую землю для того, чтобы просто сравнивать с лица земли целые населенные пункты. И это происходит. То же самое происходит с целым огромным Харьковом, огромным городом. На котором живого места нет. А вам рассказывают, что там нет мирных жителей. А там есть мирные жители. Понимаете как? Понимаю. Вся информация, которую вам доводят, она является неправдивой. Она является не просто неправдивой, она является полностью лживой. Показать вам пример того, что показывают вам по телевизору. Вот свежая. Чтобы мы с вами далеко не ходили. Вот свежая. Вот я прошлое интервью смотрели, оно мне пришло случайно. И открылась лентя, так я его сразу же запостил. Вот послушайте внимательно. Безусловно, самое важное, что произошло в эти сложные для нас дни, это абсолютная ясность, которая наступила в фундаментальных вопросах, по поводу которых еще шли дискуссии в течение полугода. Первое. Цель войны с нами. Вы услышали что-то странное в этом предложении? Ну, войны против Украины. Нет. Это же российское телевидение. Он говорит, цель войны с нами. Это странно или нет? Странно. Почему это странно? Ну, с нами. С кем? С нами. Сами с собой, что ли? Нет, он говорит о Украине. Нет. Цель Украины – войны с нами. Странность предложения заключается в том, что мы с вами воевать вообще-то не пришли, как вы заметили, а пришли вы сюда воевать. У себя по телевизору поднимаете вопрос о цели нашей войны с вами. Какая еще может быть цель? Вы пришли на нашу землю. Если вы можете там 300 лет говорить про Донбасс, про все вот это вот. В Харьков вас-то точно уже никто не звал, где вы находились. И у вас по телевизору говорят, цель войны с нами. Если вы не поняли, то давайте послушаем дальше. Просто чем вас кормят там? Все, они расправили крылья и заявляют основную цель. Не независимость Украины, не освобождение ушедших от них добровольно территорий, а ликвидацию России как государства. Разрушение России как государства сразу же заявлено в качестве цели. Еще знаете, в ночном обращении к своим Зеленскому меня потрясла, она выплыла из общего внимания. Вот эта фраза замечательная, которую он сказал. Мы предпочтем остаться без света, без газа, без тепла, в полной темноте, дружбе и братству с вами. То есть голова государства. Зеленский действительно сказал это. Но они забывают сказать, почему это сказал Зеленский. Как вы думаете, почему Зеленский сказал? Мы предпочтем сидеть без воды, без газа и без света, но не будем дружить с вами. Почему Зеленский так сказал? Ну потому что убиваем здесь мирных жителей. Это понятно. Но дело в том, что после того, как вас выбили из-под Харькова и из Харьковской области... Что сможете без России? Нет. После того, как вас выбили из-под Харьковской области, в качестве мести, в бессильной злобе с России полетели крылатые ракеты, в том числе «Калибр» в нашей электростанции. И осталось без света, по сути, три области. Полтавская, Днепропетровская и Харьковская. И Зеленский говорит, вы нас этим не запугаете. Мы лучше будем без света, но с вами мы все равно не будем. Потому что правильно. Потому что вы полгода нас бомбите. И Зеленский имеет в виду, что силой вы нас все равно с собой дружить не заставите. И ни на какие, не то что дружить даже. Здесь вопрос уже дружить не стоит. Здесь стоит вопрос о том, что мы на ваши условия ни на какие не пойдем. Мы лучше будем сидеть без света, но на ваши условия мы не пойдем. И вот к какому гениальному выводу приходит ваш партнер, исходя из этих слов. Прокомментируйте, вы услышали. Что? Но вы капитан, я рядовым такого не ставлю. Что он понял из слов Зеленского? Что Зеленский ненавидит до такой степени Россию, что он предпочтет гибель своего народа? Да. Нежели... Скажите, пожалуйста, а при чем здесь гибель народа? В чем здесь это все? По поводу ненависти Зеленского она абсолютно обоснована, просто они об этом не говорят. Почему Зеленский ненавидит? Почему Зеленский так говорит? Вы уже давали ответ на этот вопрос. Потому что вся Украина ненавидит, потому что мы действуем как оккупант. Потому что вы бомбите Украину банально полгода. Меня задают вопрос о сиянии. Почему ваши люди с такой ненавистью пишут комментарии в пабликах? Да потому что бомбят нас полгода. Видите, у вас домашнее животное есть? Нет. Нет? Ну а вообще собачек, котиков любите такое? Да. Да? Представьте, что у вас есть собачка. Представили? Да. И вот какой-то человек пришел и ее убил. Вы ее любили. Он ее убил. Вы бы как к этому человеку относились? С презрением, конечно. С презрением, да. А тут еще целая страна за ним, которая говорит, правильно, правильно, так и надо убивать этих собачек. Убивайте их собачек. Вы бы, наверное, ему и ответили, что вы что, ненормальные, вы конченные? Вы бы ненавидели бы, наверное, таких людей, да? Да. А теперь представьте, что это не собачка, а женщины беременные, дети. Их убивают на протяжении полгода. Как у нас? Есть поводы вас ненавидеть? Есть. Так о чем говорят эти люди? Ну это же ваш телевизор долбанный. Просто перевернутая реальность. Надо убивать украинцев и дальше продолжать это делать. Они говорят о том, что надо подальше пробовать. Ну, я понял. Все верну. И вот завершение этой речи эпической. Просто потрясающе. Мы верим, что им вторят. Пока еще эксперта, но я уверен, что в ближайшее время мы дождемся и официальных заявлений, где тоже будет подтверждено уже на государственном уровне. Цель войны с нами. Ликвидация нас как государства. Поэтому всем тем, кто выражал какие-то сомнения, говорил, а не слишком ли мы стараемся, вот защищая Донбасс, можно сегодня ответить. Дорогие друзья, мы сражаемся за сохранение собственного государства, своего многонационального народа, своей цивилизации. Фактически вывод из этих слов ваш правильный. Надо дальше продолжать убивать украинцев. Но сама речь. Слышите, что он говорит? Цель их войны с нами. Как будто это мы пришли к вам. Я понял, что это. Понимаете, как у вас перевернуто это все? Мы к вам пришли? Нет. Я на танке стрелял в ваши дома? Или там по позициям, или неважно куда. Я? А вы стреляли в мои. Вы стреляли в людей, которые защищают свою землю. Говорите дальше, рассказывайте историю свою. 6 февраля, с сентября начался наступление стороны. Балаклеи, в Харьковском направлении. Часть войск отступила. Нам был отдан приказ отступить тоже назад, ближе к поселку Чкаловское. Мы отступили по приказу командира и держали дорогу. На следующее утро, ближе к обеду, поступила команда собирать, сворачиваться и совершить марш по подразделениям. Мне дали приказ держать дорогу до последнего, пока основные силы и командование отступают в Шевченково, в сторону Грушевки. И командование. И командование, да. То есть командование отступает в первую очередь. Командование, да, в первую очередь сказали. Я первый, вы за мной. А что вы скажете, кстати, про вот этих вот людей? Мы общались до вас с троими. Вы уже, возможно, тоже успели с ними пообщаться. Тех, которых вообще бросили просто. Просто забыли, нет связи и бросили. Их не забыли. Может, оставили. Остальные ночью умышленно собрались и уехали. А этих оставили, потому что они отказники были. Но у нас таких не было, что. Ну, я понял. При том, что это срочники. Вы в курсе? Три срочника. Или вы с ними просто еще не поговорили? Так, тесно не общался еще. Понял. Три срочника это. Ладно, ну, такое. Да-да, дальше-дальше. На следующее утро, 7-го числа, была команда на отступление. Мне дали команду держать мост и ждать команды на отступление. Сказали, идешь в замыкании колонны. Началось отступление. Связь была очень плохой. Спрашивал несколько раз на команду отступления. Сказали, держать еще. Еще не все отошли. После того, как, наверное, командование уже отошло, на безопасное удаление. Вот линия соприкосновения с противником. Дали мне команду на отход. На другие позиции. Примерно район Грушевки. Это. Чкаловская. Построил колонну с пяти машин и начал отступление. Я ехал в головной машине. Проехали где-то километра три. Не было ничего. Все было тихо. Когда вы охраняли этот мост, вы стреляли? Мост? Николой не было. Движения не было. Нет, мы дорогу держали. Когда вы дорогу держали, вы стреляли? С тыла нет. Ну, ну, да. Ну, никого не было. Вы ехали в головной машине? Проехали метры три и резко начался обстрел справа, слева и с фронта. Упали, как получается, в карман. Буквально через... Дал команду к бою противник с фронта. После чего, как дал команду, в мою машину прилетел ПТУР предварительно. Моя машина загорелась. Пытался связаться с механиком-водителем. Механик-водитель не отвечал. При выстреле, при попадании ПТУРа у меня приоткрылся люк. Механик, этот люк открылся командирский. Я вышел с машины. Упал сзади машины. Отполз маленько. И была плотная стрельба. Не знал, где свои, где чужие. Смотрю, едет танк. Думал, за мной. Но машина не притормозила. Наверное, меня не видел. Я был в кустах. И проехалась по моей левой ноге. И я вроде бы потерял сознание. А как же вы ходите? Вот вроде бы все нормально. Прихрамываете, да? Болевой шоу был, да. Но ничего не поломал. Машина проехала по наеду или не поломала? Не знаю. Нет. Земля мягкая, чернозем. Земля просто... Нога давила землю. И видим, таких значительных повреждений нет. После того, как закончился бой, во время боя я прятался в кустах, потому что у меня не было ни боеприпасов. Осталось все в машине, еле успел выпрыгнуть. Машина сдетяновировала. Я отполз на безопасное удаление и ждал подкрепления, что ли, с своей стороны. Сказали в нашу сторону, при, во время совершения марша, нам едут резервы. Так как нам говорили, едут резервы, я... Это восьмое число было? Седьмое. Седьмое, угу. Я еще сутки пролежал в траве, пока меня не обнаружили в вооруженной силе Украины. А где это конкретно было? За Чкаловском. По трассе шла в Шевченково. В Шевченково. Да. Понятно. Вам предоставили медицинскую помощь? Да, предоставили. Нацисты? В полном объеме, даже через Чкаловское. Чкаловское, это юго-восток от Харькова. То есть, это где-то 70 километров от Харькова. Ну что интересно, нам... 40. Ну нам сирым доводили о освобождении Чкаловского, Шевченского уже 9-10 числа. То есть, видишь, фактически мы... Вы вчера выглядели хуже. Я видел вас, у вас было совсем все плохо. Вам, я смотрю, мазями, хорошими мазями. Хорошими. Давай звонить, что ли? Я же хочу... Ты поменял тему. Две бэхи наших спалил, плюс стрелял. Я так думаю, можно смело говорить, что за всю войну человек 30 вы наши побили. Возможно. Ну, то есть... Это минимум, который... Ну, я понимаю, просто я не понимаю, зачем тебе... Ваше подразделение рота, вот вы знали, что там, по-любому штанкисты докладывают, там, третий танк подбил то-то, такой-то танк подбил то-то. Ну, это чисто... К нам, чисто на линию фронта, никто из техники не подъезжал близко на прямого выстрела. А ваши танки тоже сделали, там, по 500 где-то выстрелили? Например? Примерно, да. 10 на 500, 5000 снарядов. 5000 снарядов, по позиции. Да, потому что некоторые пишут, это невозможные числа. Возможные числа, очень даже возможные. Поэтому... Что вы можете передать другим офицерам, солдатам, которые сейчас находятся в Украину, и которым сейчас вот парят историю про фашизм, еще про что-то, и они собираются ехать в Украину? Что вы можете им передать? Что на Украине нет фашизма? И не стоит это... Меня зовут Дмитрий, я журналист из Украины. Ваш муж в плену, вы с ним будете разговаривать? Да. Разговор будет записан и опубликован. Привет. Привет. Как ты? Ты цел? Да. Да, цел. Руки, ноги не есть. Не, лицо чуть-чуть, и нога, все нормально. С ногой что? Ушиб? Все хорошо будет. Конечно. Я люблю тебя. Я тоже как, дети? Все хорошо. Я сейчас за Максимом в садик пойду. Ага. Дима приболел. Дома. Выпускайте кратину. Вы разговариваете, разговариваете. Все хорошо, не переживайте. Все хорошо будет. Все хорошо будет. Я знаю. А мои ребята мне писали тебе ничего? Нормально все? Писали. Писали. Нормально все? Как обещали, Писали. Да. Все хорошо. Не переживай, мы тебя ждем. Телефон. А мне что надо? Если хотите, можете попросить то, что мы говорили. Что больше? Ну вот, видел, надо на одиночный пикет или как он называется? Манифест или как там? Давайте я поговорим. У меня к вам вопрос есть один в начале. Можно? Да. Ваш муж полгода на войне. Вы знаете же это? Да. Я так понимаю, зарплату он получал исправно. Ну, он офицер все-таки. Ну, у него карта арестована. У чего у него карта арестована? Какой-то долг. Не знаю. Я не могу связаться с судебным приставом, потому что у меня нет документа о доверенности. Ладно, это по сути не важно. У меня такой вопрос. Ваш муж убил минимум 30 граждан Украины. Зарабатывая крово... А кого это можно подтвердить? Это он нам только что сказал. Вы посмотрите это в ютубе на интервью. Это не я придумал. Ну, он еще пройдет полиграф. Скорее всего, ему дадут 15 лет тюрьмы. Он убийца. У меня такой вопрос. Как воспитывать детей, зная, что отец убийца? За деньги в чужой стране. Я не говорю, сколько там еще мирных погибло. Вы же новости смотрите? Смотрю. Ну, вот он... Ответьте мне на вопрос. Как с этим жить? Осознавая, что ваш муж убийца. Вы какой-то определенный ответ хотите услышать? Я хочу услышать то, что вы думаете. Мне вообще ответ не нужен. У нас добровольная беседа. Он мог спокойно от нее отказаться. Благодаря этому видео вы своим придуркам-командирам покажете, что он не дезертир и без вести пропавший, а в плену. У нас на YouTube-канале уже более 400 интервью записано с вот такими вот убийцами, насильниками и мародерами. Ну, как бы, мы видели, слышали, все. Ну, вот он 15 минут назад сам же сказал, сколько он людей убил. Подумайте, мы никуда не спешим, а он тем более никуда не спешит, поверьте. Подумайте, что вы, о чем? Ну, как ответить, если хотите. Или, ну, можете не отвечать. Не хочу отвечать. Понял. Что по телевизору? А что, да, вот по телевизору вам говорят. Просто смотрите, есть люди, которых обманули. Есть люди, которые, как вот ваш муж, пришел получить Героя России. Если бы его не подбили, то он бы ездил бы еще полгода. Если бы его не спалили, а сейчас наши врачи его лечат. Ну, Герой России звучит круто, наверное. Герой Олега. Так, в принципе, если вы хотите помочь, чтобы он попал на обмен, посмотрите сегодня в 20 часов по Киеву. Я не знаю, где вы находитесь. Будет ролик. Мы предлагаем женам, матерям выйти с плакатом, где написать правду. Верните моего, как вас звать? Андрея. Верните моего, Андрея, домой. Поменяйте его на украинского военного. Вот и все. Я поняла, мы прям не сможем пообщаться? Да можно, общайтесь. Все случилось вообще. Андрю, все хорошо будет. Конечно. Я очень тебя люблю. Я знаю. Я знаю. А как мне сказали вообще, что там сказали? Что я без вести пропал или как? Ну, считалось сначала да, потом видео выложили, как тебя в плен берут. Я понял. Ну, ждем замены. Будет. Можно еще один вопрос, а потом я вам снова верну. Добрый день. Вы не обращайте внимания, это Дмитрий, он злой очень. Злой парень. У него настроения нет. А я вам хотел проще вопрос задать. Можно меня Владимир звать? Приятно. Приятно, да. Скажите, пожалуйста, вот вы же смотрите телевизор, да? Что вам рассказывают? Зачем эта война нужна? Как это аргументируют каким-то образом? Стараюсь не смотреть. Ну, вы только что перед этим сказали, что вы смотрите телевизор. Я смотрела, но я стараюсь не смотреть. А почему стараетесь не смотреть? Уйди в комнату. Уйди в комнату. А почему стараетесь не смотреть? Почему стараетесь не смотреть телевизор? Зачем? Ну, не знаю. Ваш муж воюет. Интересно же, что происходит, зачем это все нужно. Он также мог бы в интернете об этом почитать. О, в интернете читаете. Как вы думаете, вот зачем это все нужно, из интернета исходя? Простите, пожалуйста. Да, ничего, ничего. Мы не спешим. Мы уже везде успели. Вы тоже. Просто мне интересно, да. Просто мне интересно, вот как вы рассуждаете, как вы мыслите. Вот вы все-таки читаете в интернете какие-то паблики о происходящем. Вот как вы думаете? Я не политика, я не могу дать этому оценку. Извините, а у вас что, у людей мозги работают только у политика? А вы считаете, что это не политика? Что именно? Когда людей убивают? То, что происходит. Когда полгода бомбят страну? Ну, а что это? Мы обещали поговорить с мужем. Так вы, так вы, не, я понял, я понял. Можно вам пообщаться, но я хочу вам задать вопрос. Вот вы в России, там, кричите все в своих пабликах, надрываетесь, разрываетесь, что нужно убивать украинцев и так далее. Вот я хочу понять, из-за чего вы нас так ненавидите? Вы обобщаете, и вот я что ли это пишу? Не, я понял. Вот, ну, а как вы думаете? Мне интересно, как вы думаете? На вашего мужа это никак не повлияет. Ваш муж обменный фонд. Все, он сидит в плену, все. Какая разница, как я думаю? Ну, никак. Разница большая. Какая разница, как я думаю? Что он даст мой адмет? Он ничего не даст? Очень много даст, очень много даст. У вас есть мнение в России такое, что от людей ничего не зависит. А у нас другая информация. Мы знаем, что от людей многое зависит. И от их мнений тоже многое зависит. Понимаете? И вот мне хочется понять, как вы мыслите, как вы рассуждаете. Зачем это нужно все? Дайте мне на минутку мужа, пожалуйста. А вы не можете мне ответить на мой вопрос? Я хочу мужа увидеть. Можно? Так я ж только что давал вам мужа увидеть. Я полгода его не видела, дайте мне его посмотреть. А у нас в плену в России находятся тоже люди, которые полгода своих не видели, но им никто не дает своего мужа видеть. Понимаете как? В чем дело? У нас же женщин беременных, детей бомбят, бомбит ваша страна полгода. А я не могу добиться от вас, от жены танкиста, который выстрелил 500 раз по Украине ответа. Зачем это нужно? Не могу добиться ответа. И пока я его не добьюсь, вы сможем дальше говорить. Не будете. Андрюх, я люблю тебя. То есть, ваша жена, она предпочла разговору, то есть, ей просто нужно было ответить на обычный вопрос и дальше говорить с вами. Но она предпочла разговору с вами не отвечать. Вот как вы себя ведете. Она боится. Чего она боится? Чего она боится? Чего? Правда вы боитесь все у себя в стране? Так вы и есть. Что? Надо заканчивать войну, не надо воевать, надо войти в войска и мирно решить все проблемы. Есть вопросы? Да, как это мирно решить? Он же сказал, выводить войска все правильно. Выводить войска это и есть. Если они выведут войска, то все проблемы закончатся сразу же, в мгновение ока. Просто возьмут и закончатся. Все, больше ничего не будет. Их бы и не было, если бы они сюда эти войска не заводили. И вы бы здесь не сидели бы. Вообще бы ничего бы не было. Проблема в том, что то, что происходит, это правда. И вы это прекрасно знаете. Что Украину бомбят полгода. А вашим людям на это наплевать. Они даже говорить об этом не хотят. Потому что им плевать. Потому что они смотрят по телевизору вот такую херь, которую я вам только что включал. Смотрят, слюна течет, мозги не работают. И все хорошо. Согласен. А каких долгах говорила ваша жена? Мне же интересно, тут же концепция может поменяться. Не понял. Ваша жена говорила, что ваши все карточки заблокированы. О каких долгах она говорила? Ну, был у меня кредит в Тинькофф банке. Может, из-за этого, не знаю. Потом я не мог уже... А сколько вы получали, должны были получать денег, будучи здесь, на войне? Обещали 68 долларов в день. 68 долларов в день. 2000 долларов в месяц, 6 месяцев. Типа, уже ты назаработал 12 тысяч долларов. Красавчик, да? Короче, мое мнение следующее. Товарищ танкист приехал сюда, а, за бабки, б, получить героя России. Бабки нужны были, чтобы позакрывать долги и кредиты, правильно? Да. Ну, вот, мы к правде приходим. Параллельно, получить героя России доблестно сражался, выполнял приказы. Два. Третье. Ездил бы и убивал наших людей и наших сограждан. До последнего вообще. Я даже в этом не сомневаюсь. Три. И ни хрена он не понял от этой беседы. Я его однозначные ответы, да, да, понял. Мы все понимаем, как это звучит. Прошу считать его обычным наемником, убийцей, который приехал сюда решить свои финансовые проблемы и выслушаться перед Родиной. Получить досрочно, возможно, майора. Когда майора должны были дать? Должность не позволяет. Ну, хорошо бы сражался, был бы уже командиром батальона, да? Я отказывался. Отказывался. 4 июня 2020 года получил командир. А, не, стоп. Капитана получил. Нет. Капитан. Да, да, да. Капитан получил. Воинская часть 71-717. Полковник Агашкин. Полковник Агашкин. Забирайте своего убийцу. Он нам не нужен. Отдайте наших людей. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...